Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительное масло и абсолютно любое вязание машины с нуля. Сейчас мы с вами свяжем хлопковую майку. Любое вязание мы начинаем со снятия мерок и построения либо выкорки, либо схемы вязания. Мерки самые простые. Объем груди. Записываем. И длина изделия. Поскольку у нас изделие симметричное слева-справа, оно очень простое, мы можем измерять его по передней части. Берем вот центр плеча и смотрим, какой длины изделия я бы хотела иметь. Ну, пускай оно будет размером таким. Длина чуть ниже ли пояса. Плюс к этому, остальные мерки являются вольными и их можно делать, ну, буквально на глаз. Потому что длину проймы, то есть разрез, который у нас будет выполнять обязанности проймы определяем точно так же, прикладывая метку к плечу и смотрим. В общем-то, можно было на этом остановиться. Есть такой нюанс. Если вы хотите, чтобы ваша майка сидела идеально на теле, определитесь, насколько у вас перед больше, чем спинка. То есть мы можем взять ширину переда относительно шва на одежде. Вот у меня есть шов на одежде. Я от шва до шва измеряю перед. И пишу. В соответствии с одеждой, в соответствии вот с этими швами боковыми, которые у меня находятся четко посередине моего тела, я определяю то место, где у меня будут разрезы для рук. Спинка получается меньше, перед больше. При таком подходе выкройка будет более удачной и наша майка сядет идеально. Итак, у меня мерки. Окружность груди, длина изделия, длина проймы и ширина переда. Идем строить выкройку. Есть мерки. Строим схему вязания. А не шитье. То есть мы не можем часть изделия провязать и приложить к выкройке. Поэтому выкройка в натуральном размере нам не нужна. Нам нужна схема. Схему мы сейчас и составим. Схемы представляют из себя прямоугольник. Окружность груди 90. Длина изделия 52. Это наше изделие. Вот таким образом оно будет выглядеть. И тут есть нюансы. Нюанс в чем? Если 90 в ширину мы не проходим, вполне возможно, значит мы будем вязать длину. Если мы проходим в ширину, вяжем в ширину. В длину удобнее. Удобнее в том плане, что мы сразу выполняем отделку пройма. Открыли, закрыли. И провязываем, в принципе, можем обойтись даже без шва. То есть мы сошьем трикотажным горизонтальным швом. Его будет не видно. Но я сделаю отделочку попереду. Поэтому мне нужны будут открытые петли, либо ровный край. Здесь не важно. Поэтому для того, чтобы понять, вяжем вдоль, либо поперек, определяемся с пряжей. У меня это нарцисс, хлопок мерсеризованный. Делаю образец. Образец у меня на 10 плотности. Пишу это обязательно. Иначе я забуду. И в следующий раз я буду вспоминать, на какой плотности вязала. И 40 петель, 50 рядов. Образец выполнен по всем правилам. С дорожками по бокам и со сменой цвета сверху и снизу. Измерение производим по середине. В средней части. Так, в середине. 14 сантиметров. То есть 40 петель это 14 сантиметров. 50 рядов это тоже 14 сантиметров. Совершенно случайно. Я так не старалась делать. И смотрим, сколько у меня петель рядов в одном сантиметре. 40 делим на 14. 2,86. И 50 делим на 14. 3,57. Это специальная проба, которую мы будем сейчас разбираться с нашей выкрытой вдоль, либо поперек. 90 умножить на 2,86. 257 петель. Конечно, конечно, 257 петель нет ни на одной машинке. Поэтому даже не думаем. Разворачиваем выкрытку поперек и вяжем. Тогда у нас петли это 52. 52 умножить на 2,86. 148. Люблю ровные числа. 150 петель. Для того, чтобы не путаться, 150 делим на 2. Получается 75,75. Это для себя, чтобы полотно находилось четко посередине машины. Так, 150 петель наберем и будем вязать вверх. Обязательно сбросываем нити. И теперь наша задача определиться, где у нас будет шов. Поскольку я буду делать отделку по переду, рубчик. Здесь у меня середина переда и здесь у меня середина переда. Я знаю, что у меня ширина переда 50. Значит, если здесь середина переда и здесь 25 и 25. Все остальное спинка. Итак, 90, минус 25 и минус 25, 40 сантиметров. Немножко кривенько нарисовано, но это схема. И нам нужны именно петли, ряды и сантиметры, больше ничего. Дальше. У меня есть длина проймы. Это 20. В этом месте я делаю разрезы. И это все. То есть вот такая схема нашего изделия. Если мы хотим идеальную конструкцию, просто чтобы идеально-идеально, можно, конечно, делать скосы плеча. Но здесь они не сильно нужны. Потому что это майка. И она такая достаточно в вольной форме будет. На рукавах будет небольшой мешок. Но это не страшно. Опять же, если вы хотите, вы можете сделать... Небольшие скосы. Но я эти скосы делать не буду, потому что полотно у меня мягкое. И я хочу, чтобы оно лежало вот таким вот волнами. Пускай лежит. Все. Вот это схема нашего изделия. Делаем расчет. 150 петель мы уже определились. 25 сантиметров. Это ряды. 25 умножить на 3,57. 89 рядов. Небольшую свободу мы даем. 90 рядов. 90 рядов. 40 умножить на 3,57. 142. И 20 сантиметров. Длина проймы. Здесь вот 20. Это петли. 20 умножить на 2,86. 57 петель. 57 петель. Итак, набираю, набросываю нить 150 петель. Провязываю 90 рядов. Делаю закрытие, открытие петель. Количество 57 штук. Могу оформить планочку. Если хотите, оформим планочку. Будет еще интереснее. Будет так плотненько стоять. И края будут обработаны. Но данное полотно, оно очень хорошо будет лежать и без обработки. Дальше провязываю 142 по прямой. Делаю закрытие, открытие 57 петель. Провязываю 90 рядов. И заканчиваю бросовой нитью. Простейшая схема. С простейшим расчетом. Идем вязать. Набрали по расчету количество петель. И провязываем в соответствии с делом расчетов. Можно вводить полосы. Можно вязать однотонную, как вам нравится. У меня бросовая нить. После этого провязываю один ряд катушечной, которая контрастная к основной и к бросовой. для того, чтобы получились хорошие открытые петли, которые мы будем пользоваться при оформлении мини-передач. Один ряд. Закрепляем нить. И теперь счетчик на ноль. Можно брать основную пряжу и провязывать по схеме все изделие. То есть мы сейчас вяжем 90 рядов до оформления пройма. Я провязываю три ряда отделочным цветом. Потом по схеме. У меня есть схема расчета полос. Вы применяете ту схему, которую вы хотите. Вы можете вязать вообще без полос. Вы можете вязать полосы в хаотичном порядке. Вы можете вязать полосы по какому-то своему расчету. Потому что количество цветов и пряжи у вас, конечно, будет другая. И задача связать не конкретно такие полоски, а силуэт. Я провязываю три ряда зелененьким. До 30 ряда розовым. После этого до 36 синим, до 46 розовым, до 50 зеленым, до 60 розовым и так далее. То есть у меня получаются полосы. И здесь у меня идет обратный порядок для того, чтобы я связала вторую полочку. До 10 розовым, до 14 зеленым, до 24 розовым и так далее. И подхожу на те же 90 рядов. То есть в обратном порядке. Так делать очень удобно, потому что в таком случае вы не запутаетесь. И у вас абсолютно симметричные будут полочки. Спинку я буду вязать тоже полосами, но в хаотичном порядке. Как получится. Единственный нюанс. Я буду делать смену цвета со стороны шеи. Потому что линия низа. Посмотрим, как она у нас будет закручиваться, как она себя будет вести. Вполне возможно, что линия низа останется вообще без отделки. Поэтому вот эти узлы и смена цвета там будут очень не кстати. А горловинку мы будем оформлять. Все равно у нас будет отделка. Поэтому туда выносим все смены цвета и все узелки. Так, три ряда. Щетчик включен. Флотность стоит. Три. Здесь линия кроломины. И розовый цвет. До тридцатого ряда провязываем розовым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меняю цвет на синий. И шесть рядов синего цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если полоса большая, проще отрезать. Нить и начать ее заново. Нить и начать ее заново. Тогда у нас не будет протяжек. А узелки мы спрячем. До сорок шестого ряда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зеленый, четыре ряда. Протяжка небольшая, оставляю до 60-го розового. Синим 6 рядов, поэтому отрезаем. Зеленый, четыре ряда. Проверяем до 80-го розового. До 80-го зеленого. Проверяем. И до 90-го 10 рядов провязываем розовым. На этом полочка закончена. И сейчас нужно провести обработку проймы. Это можно сделать потом. Это можно сделать сейчас. Решаем, как мы будем обрабатывать пройму. Либо руликом, либо мы будем обрабатывать ее, закрывая и открывая петли. Как удобно. На самом деле, как хотите, я не хочу утяжелять вязание. Я не хочу делать какую-то дополнительную обработку краев. Полотно, даже если будет немножко загибаться, меня это не пугает на данном изделии. То есть я не хочу это изделие утяжелять планками. Поэтому открываю, закрываю петли и открываю. Ставлю в переднем положении. Иглы для проймы. Делаю отметку, чтобы в следующий раз не думать. До данного момента я буду делать закрытие и открытие петель. Причем делать это можно как розовым, так и отделочным цветом. Выбирайте сами цвет. Мне не нужно, чтобы как-то это выделялось. Чтобы как-то особо цветными какими-то нюансами была видна пройма. Поэтому открывать и закрывать я ее буду розовым же цветом. Выбождаю нить. Вел крючок. Опускаю иголки. Закрываем. И закрываем. Вот. Цassemb searches. Ты это красиво. И петлю розовым же цветом. Будем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...